Он по правую сторону просто прекрасный, по левую сторону просто прекрасный Да, это будет долгая игра, я уже понял Да, всем тактическое пиво-пиво, дорогие друзья Сегодня у нас в программе ну много всякой интересной фигни Вот, продолжаем развивать рубрику разведка боем Сегодня замечательная погода, жара, жара не будет с этого слова Суббота, сикюби, у нас полно народу Мне кажется, в прошлый раз такая же была погода, да? Ты можешь... Кого? Не, все работает, все нормально Ты можешь провести облет дроном, чтобы показать масштаб всего Вот, дрон полетел Да В общем, сегодня у нас будет бой с тенью То есть мы разобьем, мы с ним один большой-большой ролик Который разобьем на маленьких, много маленьких Он будет состоять из... А мы вообще расскажем о том, какой у нас замечательный полигон, на который никто ни хрена не побоялся приехать Точнее, побоялся приехать в минус 20 Вот все неженки, все диванные такие, растаивающиеся трейболисты Да, давайте начнем с уровня масштаб трагедии Я игрок 2008 года То есть вот представляете, сколько я уже в это хобби играю Даже попытался это превратить в свою постоянную работу Вот, но мы сейчас не об этом, а про то, во что это все вылилось Да, то есть непосредственно, что у нас получилось Если что, эта история не про одного человека, а всегда идет про коллектив Непосредственно вот вы сейчас стоите, да, чтобы вы понимали количество снега вот в этом году Вот я вот так вот подойду Ты можешь там, необязательно То есть вот Он уже по рост ко мне Вот здесь, я думаю, прекрасно видать, да? Что он вырос Давай пройдемся в целом по полигону, да? То есть мы сейчас ходим, по сути, по парковке Погоди Я что хотел вообще сказать Помимо того, что мы будем галеть по полигону Вот, мы еще привезли кучу игрушек Поэтому ролик будет разбит на множество маленьких частей Первый про полигон, потом будут пушки И мы их сделаем, постреляем по площадке Вот, ну сперва, да, да, про цены там расскажем, про всякое такое В общем, у нас идет разведка боем без народа Народ весь испугался, он диванный, вот И сахарный, боится, что растает Пойдем Антураж будем создавать? Антураж? Да Обход полигона правильно должен быть С антуражем Сейчас Это же так неинтересно Все, антураж есть Все Антуражно обходить полигон Как говорится, погнали Начнем с самого хорошего Непосредственно, вот то, что вы сейчас видите Это прочищенная парковка на зиму и на лето Но Объективно Мы хотим Вот Упороться Взять над собой верх В плане физуха и морали И Дочистить Заросший кустарник Перед полигоном Чтобы вы понимаете, что такое заросший кустарник Вот, Игорь, наведи на камеру Вот такой вот кустарник Вот так вот обычно все это превращается Лиственница Популярная идея Это же лиственница у нас, да, дурацкая Которая вот зарастает до чертовых куличиков Вот Да Вот так вот вы видите поле Вот это поле Это была вот такая вот лиственница То есть вырубается все Вся вырубается лиственница Потом удаляются корни А потом берется молотилка Которая смещает мелкую фракцию ветки В дисперсию такую Опильную А все, что крупное Перерабатывается, скажем, на палки и на дрова Остаются только вот молодые деревья Типа вот березы Вот ели уже выросшие там и так далее В общем, и чтобы вы понимали Объем вот этой парковки, да Здесь хватит, сейчас скажу 30 машин Потому что это не прямоугольник Это диагональ То есть вот по елем, если судить Вот они идут до вышки То есть это территория, которую мы хотим сделать под парковку Чтобы люди не занимали вот это вот пространство Собак охранника Собак охранника Вот собак охранника, да? Вот Соответственно Чтобы у нас как раз таки Не занимался территорией лагеря И почти все играл И там непосредственно должен дочистить То есть а люди здесь машины оставляли Вот Это, как говорится, план на весну Вот Если что, вся вот эта история начиналась Вот чистое поле Это вот мы прошлом году за осень сделали И погнали Сейчас люди паркуются здесь Но мы очень хотим Разграничить Игровую территорию Чтобы мы играли Ровно вот с этого момента Вот как вот я здесь вошел Вот все Это игровая территория И погнали прям То есть максимум парковка сюда проявляется А здесь поставят что-то типа Листов ДСПшных или так далее И Ну люди не попадали в собственные машины Вот Сейчас мы идем на по территории Лагерь в ширину у нас где-то 100 Вот Прямо от забора 150-200 квадрат туда И еще Где-то полкилометра туда Вот То есть территория Ебическая Просто на разне И это еще без учета леса То есть вот Это специально Открывали сетку Чтобы можно было уйти За территорию И здесь чистый лес Он по правую сторону Просто прекрасный И по левую сторону Просто прекрасный Сейчас как раз таки идем Вот первое здание слева Это у нас кинотеатр У брата Хватило энтузиазма Наконец-таки Все это дело Оживлять В плане Игры Под CQB Потому что Очень объемное здание Оно само по себе Прекрасное Мы Зайдем под него Под конец И Прямо же У кинотеатра Вы можете видеть Большой плат Который тоже Никак не используется И им тоже Нужно заниматься Де факто Вот Один плац И такой кинотеатр Это уже одна Большая страйкбольная площадка Которая Может Очень лихо Дать жару В плане веселья Даже вот этот лес Если его чуть-чуть зачистить В плане веток и кустов Он тоже отлично играется Он очень чистый То есть нету Поваленных деревьев Нету Шмурдяка и мусора Че? Мина? Мина Нет, не мина Это перекати Это перекати Поля бочка Вот так вот Когда делаешь, да? Ооо Блин, жалко здесь Горка маленькая Да, можно было Теряшка Точно Ну че Пойдем Вниз И вот у нас Поехали Соответственно Да? Части Игровой территории И вот у нас Первая линия Смотрите Вот она первая Вы сейчас можете В камеру видеть Что она вообще В принципе Проходимая территория Вот до этого Вот эта линия Это здесь Внизу асфальт До этого Эта линия Напоминала Вот такой вот Жесткий кустарник То есть это вот Я, Женя, Егор И еще ребята Получается 120 метров туда Прочистили Все вот это От кустарника Фигню Вот это у нас Соответственно Первая линия Сразу же За ней идет Вот смотрите Вот опять Тропинка Вторая линия Здесь у нас Бескетбольная площадка Площадка Амфитеатра Еще одна площадка Опять 120 метров Соответственно Там плитка Асфальт Тоже чистенько На самом деле И тоже территория По факту Которая Пока играет Плохо Потому что Она Ну народа Нету Чтобы они Как кабаны Набегали И все Расчистили И вот у нас Сразу идет Третья линия Тоже Прочистили Но пока Только 50 метров То есть Вот это тоже Был по сути Заросший кустарник Вот у нас Территория Входа В лес Вот она Замечательно Прекрасная Мы туда Потом дойдем Там самое главное Есть естественное Ограничение В виде речки То есть Вы не сможете Уйти Она еще 100 метров Туда 100-120 метров И ограничение В виде речки То есть Вы дальше Речки не уйдете Мпс Стой Кто идет Ёпте Стрелять буду Мы снимаем Полигон Показываем Кто страшнее Мпс С лопатой Или чувак С незнаряженной Винтовкой Пойдем дальше Снимать полигон Забитим Приходом Дай Дай Количество Снега Покажем Это Так Прекрасно Конечно Смотри Если лечь Что в принципе Я весь закроюсь То есть Буквально Всего ничего Осталось Вот это уже территория Самая достаточная Что хорошо Лагерь достался В относительно Живом состоянии Все окна и здания Живые То есть У вас здание Не превращается В одну сплошную бойницу Которую невозможно Штурмануть Вот И Собственно Вот мы сейчас Пройдемся До Почти Низа территория Ну Дальше Не пойдем Но в целом Вы уже видите Насколько Здесь в принципе Достаточно места Чтобы распихаться Скажем Ста человеком А они здесь Растеряются И все Играется Достаточно просто То есть Три линии Простые Вот еще Один выход Граница в лес Вот у нас Еще одно Живое здание Подвал и прочее То есть Везде Где пола Скажем Нет Оно Закрыто полностью И не играется И Вот Поехали Это Вот у нас Мы идем По кругу Полигона Без учета Леса Че там Давай Можно и вперед Снимать И назад Да То есть Вы можете Видеть Вот она Еще одна Линия Вот здесь Чего не хватает Вот как показал Прошлый год Игр Люди Чаще всего Физически Не очень подготовлены Жирные Ленивые Ублюдки Ни хайна Не спортивные Такой же Как и я Собственно Жирный Ленивый Ублюдок Хотя Определенное Время Я был Спортивным Мы Изменим Эту ситуацию В этом году Вот здесь Не хватает Перехода Как и там Вот У этой Березы Мы будем Убирать Часть Сетки То есть Полностью Уберем Одну линию Забора Чтоб Когда вы Займете Вот эту Линию И вот Эту Линию Вот здесь Получается Мертвая Зона Да И чтобы Игроки Могли уже Переходить Дальше На Перехват И захват Территории Потому что Получается Никто Не может Догадаться Чтоб Подсадить Кого-то Чтоб Здесь Перекидывался Народ И Соответственно Мог Работать По лево Правую Сторону Вот Хотя Сама По себе Территория Достаточно И Давайте Сейчас Сходим Непосредственно До Старого Мертвяка Как раз По правой Рыбке Игр Покажи Вот Это Старый Мертвяк Мы Сейчас В сыгробы Не пойдем И проще Потому что Она Не имеет Смысла Мы Еще Снимем Потом Территорию В летнем Варианте И Соответственно Если Будут Средства Усиления В виде Всяких Людей С Бензоинструментом Которые Умеют Им Работать А не Долбоебы Которые Его Портят То Сможем Дать Жару В плане Полигона Соответственно Вот Это Панпанфили Вешал Да Это Группа М10 Собственно Они Проводят Игры Здесь Как раз Такие Серии Умерт Верк Не Разговаривай Не Будь Пидорасом И Вот Слева Это Котельная Полностью Игровая Прекрасная Вокруг Котельной Почищена У Котельной Почищена Кустарники Вот Если Вы Посмотрите Вы Видите Что Вы Можете Это Сейчас Котельную Увидеть Через Камеру До Этого Еще Год Назад Это Был Полный Пиздец Как Вот Та Листинца Что Вы Видели У Парковки То Есть Все Вычищается Постоянно Постоянно Рубится Занимается Коотцы Если Находятся Новые Заделываются И Вот Помимо Эта Котельная Там Еще Лесная Территория Охеренная Мне Очень Нравится Но Так Как Люди Не Умеют Играть В лесу То Обычно Они Все Очень Ноют И Так Тяжело Это Надо Ползать Изъебываться И Ненавижу Такую Хуйню Хотя Я Очень Привык Играть В лесу Мне Очень Нравится Потому Что В принципе Здесь Все Равны Тактика Решает Вот Когда Ты Снимаешь В Минус Двадцать Идет По часам Вот Я Обнаружил Никита Что Документирует Я Обнаружил Что У Гаджетов Во-первых У меня Почему-то Поумирали Все Карты Памяти Это Бывает Во-вторых Радио Петлечка Тоже Хочет Скоро Умереть И Средства Микроблогинга Тоже Хочет Умереть Вот Поэтому Мы Сейчас Будем Совмещать Поход По полигону И Еще Одновременно Стрельбы Сейчас Никита Готовит Антуражный Винторез Не будем Ничего Сомещать Аначе Просто Блядь Я Заебусь Береть Короче Нахуй Самый Голнышек Брать Был Поворчал Чтобы Винторезом Не раз Блядь Это Надо Любить Если Вы Не Любите Нахуй То есть Есть Пушки Которые Блин Вот Если Ты Не Любишь Блин Ну Пух Сколько Туда Денег Вложишь Воды АЕ ГББ Блядь Вот Не Любишь Душа Не Лежит Че Ебаться Даже Даже Не Мучайся А Если Любишь Сука Доведешься До Ума Вот Если Либо Собственными Лапками А если Понимаешь Что У тебя Руки Жопы Блядь И Времени Нихуя И ты Хочешь Потрать Бой Более Эффективно Чем На Всякие Тюнинги Хьюнинги Блин То Да Отдай денег Другому Желательно Тот Кто Нормальные Деньги Берет А не Серия Я Охуенный Пацан Все Мастера Говно Он Тут Умеет Делать Вот Эх Винторезик Ах Сыть Не Я Бахнуть Хочу Ща Хочу Бахнуть Ну Типа Да 45 Бибисон Я Очень Долго Играл С Винторезом 130 140 И Всяким Разным Сетом Но Я Не Играл С Винторезом С С С 150 Плюс Вот Смотри Какая Прелесть В Минус 20 40 Пятый Шарик Тебе Говорит Смотри 1 7 На Все 1 7 Все По Чесноку Если Чеснок Да Да Можно Играть Да Если Что Вот Сейчас Надо На Дистанцию Встать Я Знаю Дистанции Бахнуть Да Да То Есть Вот И На Тему Да Вот Типа Аех Нестабильный Вот Смотри Сколько там Разброс Вот у серии Кроме первых Меньше мыса Ой Как так Кстати Хочу обратить Знаешь На что еще Внимание Что У данного Инвентареза Не менялась Резинка С того момента С последнего Видео Как я про него Рассказывал И стволик И камера Нихуя не менялась Я так Пружинами Игрался Когда Это Знаешь Про стабильность Ну Ка Вот У нас Типа Что-то Есть Ну-ка Расстояние У нас Здесь Честные 60 Да Вот Поехали Вот Что делает 45 т шаек На аэге 1.7 Да Кажется Он расстреливает Мешанец Особой жестокости Давай Я сейчас Возьму Этот самый Измерила Точно скажем Сколько там метров Мы же дрочеры Мы дрочеры Да Давай Да Она же есть 60 60 60 Стоять Да Не страйкбольник Нет Ну Не знаю Покажут Не покажут Ну 60 Ну что Пойдем дальше Вполне возможно Во Атташи Великая Нихуя Да Стоять 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 Гроб Теперь Чтобы Накинуть Я сейчас Возьму Присяду Максимально Пониже И попробую 2 Не Не Еще раз А А Давай Не Или Надо Хупап Задирать Сейчас Пробовать Ну У меня Ствол Короткий У меня Вот Такой То Есть Вот 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 Мой Стволик А Как же Комплексы А У меня Их Нет Сейчас Попробую Хоп Подкрутить Чуть На Холод Ну Ка Ну Сейчас Попробую У меня Сейчас Поменял Территорию Должен Теперь Под ней Хуярить Не Да То есть Все Все То есть А 45 Шарик У меня Здесь Сейчас 150 Пружина То есть Мы Мерили Нотарь Шарик И Мы Имеем Типа 162 Где-то Так С Копейками Да И Вот В Мороз С Обычной Резинкой Я Имею Дистанцию Ну 75 Она Не Изменилась Так Она Стала Еще Более Куча Более Настильная За счет Тяжелого Шара И Лучше Но Я Все Но Я Учить Хорошего Настильного Полета Ствол Короткий Но А Да Я знаю Свои 60 И знаю Свои 70 Да Вот Это У нас 77 Да Давай Давай Ты сейчас стреляешь 45 шариком Со стволиком 350 Миллиметров Меньше Он меньше Сейчас Ты сейчас стреляешь 45 шариком С Аега Да С 45 шариком Да Скажи это Пожалуйста Еще раз Ну Это Аег 45 шарик С обычной Резинкой С всеми Те же деталями Что были Постоянное Видео Православное Ты что Что же такое Вообще Как мир меняется Да Да То есть Вот Я не могу До сих пор Поразить Ростовой Мишень Мне не хватает Того Чтоб там Не было Ветки Над ней Самое Интересное Человек Стреляющий С этого Расстояния Предположим Я сейчас Пойду туда И ты здесь Будешь стоять Я тебя Буду попадать Потому что Тебя Нету Ничего Над тобой И шарики Смогут На стиль Попадать Хочешь Эксперимент Такой Поставить Все Я пошел Вот Можешь Померить До меня До меня Дистанция Вот За Е Бись Ну что А теперь Сейчас Расскажем Лайфхак Как так Происходит Почему Я На парковке Не попал Вот В эту Мишень А здесь Попал В Егорку Вот Ну что Интересно Знать Почему Так Происходит Я Там На высоте Находился Примерно Вот С такой Разницей То есть А На парковке Вот тут Мы Снизу Не настреляли Сколько Ну вот 80 метров Пробили Пожалуйста Поменялись Ситуации Поднялся На полметра Вот так И все И ровно До эти полметра Без задирания Я прям раз Раз и все Погнал Ну что Расскажем Про полигон Да Расскажем Про полигон Ну и про винторез Их Сразу Ибо Нем Очередь Чтобы люди Просто Поняли Насколько Это охуенно На автомате Вот Просто Я Это видео Знаешь Кому посвящаю Это Чтобы Обязательно Попало Тому парню Кто Мне показал Хороший Тюнинг Винтореза Вконтакте Я потерял Его контакт Мы с ним Еще сравнивались На баттлфилде В прошлом году У него Охуенный Винторез И он Меня Тогда Победил По Мосам И по Дальности Потом Еще Другой Приезжал Мне В прошлом Году И он Меня Перестрелял Моим Же Винторезом Я Ему Дал Свой Винторез Он Перестрелял Моим Винторезом Мне Было Очень Неприятно Я Поэтому Хочу Отыграться Вообще Пиздец Самое Главное Думаю Когда я Стреляю Там Еще Не Слышно Что В Тебя Что Летит Если Ты Не Знаешь Да Вот Так Ну Вот Давай Вот Здесь Вот Это Приятная Кучка И Наверное Расстреляем Вот Это Опять Ж Мишень Да Это Как Автоматик Все Запрещенные По Поиграм СК Я Думаю К вопросу Про кучность Закрыта Да То есть Ростовая Мишень Поряжена С особой Жестокостью Расстреляна К хуям На расстоянии 60 плюс Все Идите Нахуй Ну Ладно Давай Еще Сделаю Вот Здесь Да Похуй Вообще Во Заебись То Есть Упс Давай Вот Все Это Прям Предел Мечтаний Ну Потому Что Она Получается На Высоте Я должен Опять В Эту Ебучку Попадать Ветки I do My best Вот И вся Разница А? Я думаю Я все Не Ну Может Быть Развек И Было Вот А так В целом Вот Все Роберт Меня Радует У Аккумулятор Еще Пиздрический Вот Скажи Что Там Еще Дизайр Ставит Там Дизайр Нет Дизайр Ставит Еще Да Он Не работает С 50 Пружиной Отъебывать Должен Кстати Вот У меня Даже Дырка Есть Моя Фирменная Это Для тех Кто Любит Сувать Пальцы В разные Места Дырка Фирменная Косозубы Ее же Зальет Как заливало Давай я лучше покажу Что дизайр Не работает Со 150 Пружиной Автомат Поехали Извините Я думаю Секунду Посчитаем Таймер Есть Включай Плохо Поехали О Все Мы вырубились По нагрузке У меня Подгрелась Нет Ручка холодная Это Слишком холодно Да Пиздец Держаться Невозможно Вот Это Саппорт Подъезжает Смотри Вот Патрушки О мой Боже Я обещал В этом году Исправиться Но кажется Я опять Нарушаю Обещание Сколько там Секунд было Секунд 30 Да Болевого 30 У меня 900 Выстрелов В минуту Соответственно Я сейчас Сделал 450 Выстрелов На 30 Секунд У меня Аккумулятор На 1200 Миллиампер На 150 Пружине По расчетам Коробочка АСГ От того же АРМВ У меня Точнее АСТ Коробочки От Производителя АРМВ У меня Должно Хватать Аккумулятора Ровно На 1200 Выстрелов Сейчас Минус Дохуя У меня 1200 Миллиампер Или Пошка Соответственно У меня При морозе Идет Просадка Где-то 30% По аккумулятору Соответственно У меня 900 Миллиампер У меня Аккумулятор Не будет Дезайер Вырубать Больше Чем Останется 150 200 Миллиампер Чтобы не Просадить Вольтаж Аккумулятора И он Не вздулся Соответственно У меня 700 Миллиампер Эти 700 Миллиампер Это Как раз Таки Примерно 400 Пежо Это Примерно 500 Тире 700 Выстрелов Сейчас Чуть-чуть Охладится Баночка У меня Как говорится Нагрузка Вернется В нужное Состояние И мы Еще Бахнем Ладно Продолжаем Стрелять О Опять Выруб Защита По нагрузке Сейчас Еще Подождем Он Сейчас Опять Чуть-чуть Ухладится Сопротивление Вернется В свою Нужную Эстезе И мы Еще Бахнем Не Давай Этот Эксперимент Пройдет До Конца Смотри У нас Все Волшебные Мастера Все Волшебные Мастера Вспомни Кого Мы Только Не Читаем Дизайр Дизайр Говорят Вот Не Работает Со С тяговыми Пружинами Ненадежен Что еще Надо добавить Давай Что у нас Был Глючное Говно Да И прочее Сколько Мы поставили Больше 20 штук Да Уже И у тебя Получается Дай Посчитаем Количество У тебя На Акана Стоит 140 Пружина 18 К Одному У меня Вот Здесь Она Стоит Уже Год Прошел Как Вот Тоже Я С 150 Пружину Решил Посмотреть Что это Такое У тебя В mp5 Курсы На mp5 Она Стоит Тоже Ак Корпус Уже Разваливаться Начал А гирбокс Нет Да Гирбокс Нет Что у нас Там Еще Из Дизайра У нас Впс Мы Поставили Тоже На Ак А блин У нас Везде Ак У нас Ни Одной Эмочной Нет Это Другое Сатистика Рули Ладно Я Честные А Честные Это Все Пиздеж У пацанов Работает Годами Вот Блин Так бы Тачка Работала Покупаешь Тачку Короче Да И вот На Какой Пробег Рассчитан Так Вот И Хуя Прям Без Замены Массу Без Долития Бензина И так Вот Такой Интернет Если Вы Читать На Самой Деле И Реально Воспринимать Все Написанные Эмоции Мысли Всерьез Можно В Тихушку Ложиться Такая Чушь Ладно Продолжаем Сейчас Будет Стрелять Еще Или Нет Георгий Мне что-то Начинает Нравится Если Оказывается Аккумулятора Не хранить В холодном Гораже Чтобы Они Садились Постоянно У меня Сейчас Сидится Аккумулятор В микрофонах В камере Давай Еще Нет Сады Сады одиночка на самом деле на автомате привод меньше садится потому что он собственно пик выходит и потом усредняется да она одиночка он живет больше потому что вас пике в значении больше становится поэтому естественно одиночки его хватит меньше чем на том же самом автомате но сам факт то есть если вы скажем вот как я решили поэкспериментировать поставили тяговые пружины типа 140 150 160 и правильно подобрали по параметрам шестеренки мотор то есть чтобы мотор был именно не высоко скоростным а тягу в им это как раз таки решается уже не магнитами а то как якорь собрали то есть толщина этих обмоток вот как я помню там по идее примерно так вот то соответственно вот пожалуйста дизайр вот мороз вот пружина все работает или вели ничего не ломается вот а тем грустным техникам менящим себя мастерами которые там многие года и прочего собирают на самом деле я сочувствую возьмите измерительный прибор наконец-таки в руки померите поспрашивайте ваших коллег не надо к ним относиться что вы самый лучший на земле вот поймите что вы тоже можете заблуждаться или ошибаться попробуйте любом случае проблем с дизайром у меня это будет это будет долгая игра я уже понял в общем проблем с дизайром как таковых у меня реально за все время как год эксплуатации и 19000 на стрела за прошлый год у меня не было у меня было два момента когда я сказал и реально расстроился с фразой поломалась а что же было делать когда была империя будет дождь два дня и когда выходило солнце на него вот так вот шипел вот это химик лайк вот у меня залила и привод не стрелял я думал что реально сдох я среди аккумулятор потом но оказывается я нажал 7 раз на спуск и у меня дизайн не срабатывал оказывается дизайн спас мне мою проводку с фразой не надо будет не надо не надо не надо хотя при этом конечно если прям зальет зальет то любой аек да вне зависимости того дизайн не дизайн то у вас ему настанет крыша то есть погорит аккумулятор но короткое замыкание здравствуйте или тот же мотор то есть без разницы батарея ску вас дизайн то есть как бы от этого никто не защищен но в плане какой-то определенной сырости да она вполне спасаемо то есть даже если засунет of сугроб и так далее ничего страшного не произойдет ну сбили говно и дальше пошли собственно все будет хорошо что еще у меня было меня сто тридцатую пружину сломала на два куска и у меня выход с 1 из 7 упал до 1 из 4 он меня поругался два раза что типа чё-то у меня не так потом соответственно как и проперделся я доиграл спокойно игру поиграл еще одну игру а потом еще сделать то посмотрел меня там собственно пружина в несколько частей сложно и в целом больше у меня проблем с дизайром не было то есть все разы когда у меня ругался предположим на батарейку это все были мои попытки экспериментов скорострельность они у меня не очень удачно получились и соответственно я от него отказался вот в этом году я буду пробовать играть с винторезом который будет стрелять исключительно тяжелыми шарами посмотрим сколько я наберу вот это все тот же самый хупап это все тот же самый резинка камера хупапа это все тот же самый стволик это все тот же самый гирбокс и по факту ну в нем них я не поменялась вот то есть алюминиевая банка это все тоже 9 на 39 очень это важно очень классный вот вам как бонус плюшка сравнение ижевского гражданская версия винтореза от ижевского производства кто делал не знаю вот извините пожалуйста посмотрите вот видео будет дополнительно отдельно всем же кто мечтает о данной игрушке ну мечтайте дальше у меня она есть пошли все в жопу чтобы с этим играть от надо любить вот еще грубая там это цима рулит наконец-таки выпустил магазины которые нихуя никуда не подходит и вот так только вот таким вот образом она нормально туда встает причем от модели к модели она сколько то подходит то нет вот у меня в этом плане все огонь вот у меня все робит вот любимая с ватрушкой до ватрушки точно пойдем вентарезе закончили постреляли в общем хотим вернуть нашу мечту нашего и молодости это загон греческой и занимаемся полигоном то есть я его ребята помогают танк блять духу я короче народу вот в общем есть такая замечательная штука это кинотеатр соответственно отдельная площадка сикиби вот это уже поделка это бульбаш делал это у нас получается перила и заход на второй этаж есть выше еще этажом крыши но мы не будем использовать потому что ну его нахуй люди идиоты прорубили вот первый проход смотрите раньше это была глухая зона то есть вот она первая часть кинотеатра до перехода второй этаж это техническая часть то есть лифтерная вот он лифт вниз до второй этаж там этот и ниже часть столовой душевые кабинки хуё-моё вот игрок покажи первое отверстие проход собственно вот он прорубили стену вот здесь вот стену стену завалили чтобы не убиться соответственно вот он раз коридор рабочий второй коридор рабочий то есть такая кишка прям проходная все как мы любим потом чуть больше будет силы желания мы вот эту всю хуйню которая здесь навалена говном тоже разберем но это холодильник холодильник в ходе них муху пробьем вот соответственно вот раз проход с улицы то есть влетаем да понимаете мы начинаем летать в кинотеатр мы побежали налево распространяться мы побежали направо распространяться вот соответственно вот он первая наша заслуга вот дальше распространение сразу же второй вход слева все лишние двери которые нахуй не нужны и просто будут служить залупной точкой для народа мы заглушили с фразой не умеете не можете не тренируете идите нахуй вот как бы кому надо отдельно свое party со 150 его устраивают и разбивая себе в лесу как надо вот он проход соответственно аналогично в правое распространение влево распространение вот тоже как вот даже банально укрытие построить да вот колонна колонна для человека уже примерно мертвая точка да или вот когда встречаются вот бой да вот у нас про пошел бой чтобы вот эта вот часть это была стекольная мозаика ее постоянно разбивали долбоеба мне кстати отвратительно не нравится что ее разбивают это произведение искусства и очень хочется его сохранить но увы его чтобы его перестали разбивать продолжая делать очко которая в принципе только вредит постав сначала была поставлена дверь но очень умные игроки блять ее вот так вот отодвигали и соответственно мы возвращали это рабочее очко чтобы это соответственно больше не было это все прихуярено на саморезы и хуй разбираем а то есть все ломайте эти двери сколько хотите бы им пока в жопу не перебетесь идем далее да вот укрытие чтобы вот здесь вот человек не мог залипнуть и удвигался с этой позиции то есть это была спасительная точка и он все-таки своим тушкой задницы работал поставлю на покрышку вот здесь специально что ты блять вот-вот изъебывался больше двух-трех ты тут накопиться не мог и она не расставая то есть если тебе надо изъебываться садиться и сидеть раком ты садишься раком и изъебываешься зато весело и затогнет и перейдем в зал вот пока по сути неиспользуемый зал это безумный потенциал то есть чтобы данная территория заиграла сейчас открыли раньше был один проход открыт в зал то есть там первый и второй скажем да мы надеюсь можете задонатить как говорится на покупку фанерных листов или этих да и спешек и брусков мы здесь сконструируем оля под этот как эта хуйня называется который этот тип от быстро бегающие в ледица точно вот вот мы здесь делаем что-то типа такого включая улицу но основная суть в том чтобы разграничить такое большое пространство и она игралась весело 2 г-образных укрытия тут одно центральное коридорное тут и вот где я прям стою здесь добавляется просто по сути бойница расставая с какими двумя окнами то есть при этом достаточно маленькими которые могут работать там в эту или в эту сторону да то есть но никаким образом это уже от баланса будет зависеть вот и тогда зал этот заиграет новыми красками хочу кстати отметить охуенно работаем вот хочу сказать отметить мы еще здесь повели свет то есть егор там и данилу они захуярили и ебашили свет то есть эта территория будет просветленная то есть соответственно да попедулись в этом зале вы можете перетечь вот в этот зал вот соответственно врываемся тут тут там и чтобы опять же было ровное равновешенное противостояние опять у нас еще один зал чтобы тебе было дискомфортно но при этом ты как бы мог отработать вот он дырка очко что ты здесь не мог залипать то есть ты получишь в щи но при этом как бы если ты отработаешь вот того чувака сидящего слева ты потом можешь работать поэтому опять же чтобы ты здесь всегда находился в дискомфорте вот дверь который вечно открывает повторный зал вот игрок прошла садежу вы же окно открыли да специально чтобы как-то люди могли залетать и у нас опять зал соответственно все и вот у нас замыкается и это прикиньте блять еще второй этаж есть то есть это был первый а есть еще второй а если мы еще добавим кусочек улицы да здесь только 30 людям можно это пропердеться опедулиться там вообще по самые гуанды до гернеса пойдем ватрушку побеждать второй этаж покажем вот здесь включай а теперь самое интересное она работает да если с той лестнице все понятно то есть как бы можно разграничить народ то лестница сразу вылетает на более-менее нормальное пространство вот это лестница смертника называется то есть и с нее скидывать гранаты легко и туда гранат накидывать легко и плюс люди в принципе не умеет играть со вторым этажами от соу совсем и никогда не умели вот с 2008 года сколько раз видел только две или три команды умело играть в зданиях все остальное это было какое-то блять я не знаю позирование шоу потому что это я честно туда сначала нахуй закинул бы граната потом ебнул будет zpg еще чуть накидал но нахуй туда я вот так тоже не полез потому что это пиздец вот это место смерти вот потому что обычно здесь работает сначала вот так вот автомат находит так вот так вот ебало что надо вот так вот смотришь быть туда накидываешь может быть тебе повезет вот и это мы еще говорим типа про страйкбол соответственно вот она лестница смертника здесь нахуярена вот эти покрышки и объективно пока вот как вот это сделать зоной с которая будет играться без понятия есть есть умная мысль пишите контакту группы м10 мы перетекаем сразу в зал опять же из этого зала вот где только хорошо вот второй зал вот такой же пустой и только сама сам по себе хороший зал вот этот вот чем он хорош то есть вот он выход из лестницы из-за того что он сделан технически сразу под столовую так далее здесь много технической территории то есть вот вы спокойно переходите влево вправо в замкнутые коридоры которые перетекают в комнатки и они самодостаточные то есть вот кто смотрел обзор на ps я ушел назад я по сути вот от граната дабы вот здесь то есть как бы она там бахнула как бы я вот искал до него сразу да не где ты то есть у меня перекрывает меня от граната две стены и сразу же перетекая здесь маленькую г-образную комнату и там тоже самое г-образная комната то есть второй этаж сам по себе охуенно играется то есть вот даже просто как ну есть вот это особо вот эта территория она самодостаточная вот причем сколько раунд длится обычно 15 секунда полете бух-бух все и раунд закончился нормас ну вот примерно такие вот дива с кинотеатром тоже большой по сути плац мертвый не работает с выходом на балкон в отдельное помещение под проигрывание кино есть материалы некоторые в виде фонярных листов говна и прочего но опять же этим всем надо заниматься это все нужно делать таким образом чтобы это не превратилось в как ебель называется ну ебель так и называется в общем почему я сейчас ругаюсь матом и так далее потому что я очень много играл в сикиби я очень много играл в пистолетки и в принципе она вот именно так и выражается лучше пускай все мои матершинные слова и редактор запикает мурчанием котика не будет это делать ну и да вообще всем ко мне нравится мат и хочется культурных разговоров надо выходить в лес в лесу ты можешь не ругаться потому что там принципе расстояние более длинные соответственно все более нежное и нету такого жесткого пидула и вот те представьте да вот скажем доделаем зал и будет играться первый этаж да это уже как бы вау эффект потом а как только мы сделаем так чтобы вот это вот большая дура заработала то соответственно вот эта территория по диагонали то есть кинотеатр и разгружка будет уже самое достаточно для игры грубо говоря зимой просто а нахер вам больше но объективно ну и самый класс классная в том что на улице можно грубо говоря иметь 150 и 3 джоули то есть ты просто играешь от углов и все вот а штурмовики идут в тюрьмы да гирги сан вот потому что вот объективно здесь проходил ночной battlefield ну вот как оно есть и когда ночной battlefield проходил это было просто сказочно то есть все безделись все как-то изъебывались включая фонарики и так далее было у нас тогда 40 человек или сколько ну в районе там 45 человек вот да и вот вот эта территория сама по себе игралась просто не хватало реально чуть-чуть застроить вот эту плоскую площадку но вот это вот просто игралась охуенно вот говорю как она есть то есть есть у вас прибор нет у вас прибора встретились два разных прибора вообще доплевать игралась обалденно то есть решала именно тактика это как быстро двигается ну собственно хотим попрощаться с вами побыстрее потому что у нас качается аккумулятор у нас есть в бусти если вы хотите поддержать данный полигон переходите в группы m10 поддержите нас на бусте но обязательно напишите что вы поддерживаете часть на постройку укрытие на полигоне соответственно приезжайте к нам играть куя мои все и и и и и вот все я все что все успел все плохо пойдем